Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Ларисы Шлафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Осторожно, опасный вирус. В Самарской области усилен противоэпидемический режим. Все ли фасады и ограждения в хорошем состоянии. В Самаре проверят объекты наследия Чемпионата мира по футболу. Счастье в тройном размере. В Самаре из роддома выписали первую в этом году маму сразу с тремя детьми. На минувшие недели в Самарской области принят план по противодействию завоза опасного коронавируса из Китая. Соответствующий документ подписал губернатор Дмитрий Азаров. План разработан Минздравом Самарской области совместно с управлением Роспотребнадзора. Усиление режима коснется торговых центров, вокзалов, аэропортов. Как теперь встречают пассажиров в Курумыче, узнала наша съемочная группа. В Самаре введен усиленный санитарный контроль. Губернатор Дмитрий Азаров подписал соответствующее постановление. Сразу после прилета в Курумыче всех пассажиров дважды проверяют с помощью тепловизоров, которые показывают повышенную температуру тела. Особое внимание гостям из Индии и Китая. Каждый пассажир дважды проходит под нашими тепловизорами. В случае выявления больных с повышенной температурой, измеряется температура обычным электронным термометром, вызывается врач из здравпункта аэропорта, который осматривает больного и ставит ему диагноз или снимает диагноз. Ни одного случая заражения новым коронавирусом в Самаре не зарегистрировано. Пассажиры признаются, об экзотической инфекции слышали, но она их не пугает. Я не боюсь, надо закаляться, заниматься спортом, питаться правильно и все. Не пить алкоголь. И никакие вирусы тебе не страшны. Все же меры предосторожности не повредят, предупреждают медики. По официальным данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в одной только китайской провинции Хубей. Эпицентре вспышки превысило 100 человек. Общее число заразившихся достигает нескольких тысяч человек. Врачи говорят, симптомы нового вируса очень похожи на ОРВИ. Поэтому путешественники, которые недавно вернулись из стран, где зарегистрировано заболевание, при первых симптомах должны сразу обратиться к врачу. Пациент должен прибыть из стран неблагополучных по данной инфекции и иметь признаки ОРВИ, банальное ОРВИ, то есть повышение температуры. В частности, для этой инфекции характерна отышка, боли за грудиной. Вот это у нас уже должно насторожить на новую коронавирусную инфекцию. В Министерстве внутренних хранения проводятся мероприятия, направленные на изучение и подготовку медицинских работников по вопросам клиники, диагностики, лечению новой коронавирусной инфекции, а также мерам собственной безопасности. И подготовки медицинских организаций и, прежде всего, госпитальных баз для приема таких больных, госпитализации, изоляции, лабораторной диагностики и лечению новой инфекционной коронавирусной инфекции. Россиянам рекомендовано временно отказаться от посещения Китайской Народной Республики, а также стран, где зафиксированы случаи заражения. В целях безопасности советуют пока воздержаться от заказов товаров из Китая. Лариса Шлафаст, События. Сохранить наследие Чемпионата мира. Глава города Елена Лапушкина поручила руководителям районов проверить состояние домов и пешеходных дорожек, которые находятся на гостевых маршрутах. На одну из проверок отправился Анатолий Головко. Подкрасить фасады, восстановить лепнину и заменить треснувшую тротуарную плитку. В феврале в Самаре проверят состояние домов и пешеходных дорожек, которые находятся на гостевом маршруте. Елена Лапушкина поручила главам районов зафиксировать все замечания, связанные с наследием Мундиаля. По каждому даю у вас основное воспринимание. Кто подрядчик, когда заходит, когда останавливается тротуар. И я тоже хочу вам знакомить, уважаемый балл. Мы не останавливаемся на достижении, а территорию расширяем. Мы немножко уходим с гостевых маршрутов и смотрим все прилегающие территории. Из 314 домов, которые находятся на гостевом маршруте в Самарском районе, специально к Мундиалю привели в порядок более сотни. Для этого представители городских властей привлекли к работе собственников, инвесторов и фонд капремонта. Спустя полтора года у нескольких зданий появились сколы на фасадах. На это обратил внимание глава района Роман Радюков. Усадьбу Жуковых на Ленинградской 46 отреставрировали в 2018 году. Недавно с балконов осыпалась штукатурка. Подрядчик должен восстановить дефект весной с наступлением теплой погоды. Нарекания есть и по ремонту гостиницы, которая располагается напротив усадьбы. Здесь тоже необходимо восстановить фасад. Ну вот, справедливость ради, хочется отметить вот этот вот дом. Его тоже делали подрядчики фонда капитального ремонта. Сделан он, в принципе, без каких-то замечаний и качества сохранен. Но до сих пор, я думаю, что он постоит еще года. Роман Радюков рассказывает, тротуарная плитка на улицах Куйбышева и Ленинградской уже пережила две зимы. Серьезных нареканий к ее состоянию нет. Здесь вот мы видим плитку. Плитка по большому счету сохранилась тоже без нареканий. Есть маленькие недочеты, но их местно будем устранять при наступлении теплого времени года. Видно, что плитка довольно-таки ровная. По словам местных жителей, город заметно преобразился после чемпионата мира по футболу. Улицы стали чище, а дома ярче. Мне нравится, мне кажется, что очень преобразился. Стало намного чище, отремонтировали дороги очень многие. Но не только центр преобразился, а окраины тоже, например, 18 километров. Колоссально преобразился, на самом деле. Все такое стало приятное, чистое, гулять очень интересно, потому что много каких-то новых скульптур появилось, украшений. Сейчас мы довольны, мы довольны, многим довольны. И все это видят. У меня брат приезжал с Горького, тот вообще удивлен был нашему городу. Все замечания, которые будут связаны с состоянием домов, дворов и пешеходных дорожек, должны устранить до осени. Подрядчик приступит к работе уже весной. Анатолий Головко, Николай Епифанов, События. Перемены состоятся при любой погоде. В Самаре продолжают обсуждать судьбу одного из самых живописных мест города – вертолетной площадки. Творческая команда архитекторов показала свои проекты главе города. Вскоре их увидят и горожане, чтобы высказать свое мнение. Какой будет новая вертолетка – одно из первых увидела наша съемочная группа. На этих кадрах одно из самых живописных мест в Самаре – смотровая площадка, в народе вертолетка. В 80-е здесь располагалась вертолетная площадка от завода Кузнецова. Отсюда и название места. Популярным место стало в середине 90-х, когда вертолетов у завода уже не стало, и туда можно было приходить просто так, полюбоваться пейзажем. Сейчас это одно из знаковых мест города, и решено его преобразить, сохранив природные особенности. Занимается переменами творческая команда во главе с архитектором Аделей Иваевой. Девушка уже приложила руку к переменам в городе. Именно она придумала новый облик Крымской площади. Ну, хотели в первую очередь показать свои силы в ландшафтной архитектуре. То есть сделать нечто новое. Те приемы, которые не использовались ранее в Самаре, да, и попробовать поэкспериментировать. На вертолетке посадят деревья, ели, можжевельник, березы и полевые цветы. Таким образом, уверены дизайнеры, можно будет подчеркнуть, что этот уголок природы продолжения Самарской луки, что находится по другую сторону Волги. Новая вертолетная площадка должна быть комфортной. Здесь появится мини-амфитеатр для концертов, лавочки, две детские площадки, пикниковая зона и место для отдыха с лежаками. Вертолетка будет доступна для маломобильных людей, но главным остается смотровая площадка. Ее сделают на двух ярусах. Верхние обустроят навесами от солнца и дождя, чтобы ничего не мешало наслаждаться природой Жигулей. Это является одним из самых знакомых, самых красивых пейзажных мест, на которые все наши жители города всегда стремятся побывать. И поэтому сам проект и концепция его, и дальнейшая реализация будет причинен тому, чтобы как можно удобнее можно было там провести нашим землякам время. Добраться до вертолетки станет проще. Сюда будет ходить маршрутное такси. Сейчас рассматривается возможный вариант – продлить городские линии перевозки. Глава города Елена Лапушкина говорит, вертолетку начнут преображать уже в этом году. Если будут у вас предложения, ну пока не поздно, да, давайте, чтобы мы смогли совместно с вами это все вписать и уже все-таки выйти на торги, чтобы в этом году нам эту территорию с вами завершить и уже успеть полюбоваться этой территорией. У меня мечта все-таки к дню города эту территорию презентовать нашим с вами жителям. Свои предложения могут внести и самарцы. К ним городские власти обратились в соцсетях. Мнение жителей обязательно учтут. Мария Левина, Максим Гусев, События. В Самаре начинают курсировать М-шаттлы – автобусы, которые забирают пассажиров на остановках общественного транспорта и довозят до метро. Теперь можно избежать лишних пересадок, сократить время в пути и деньги. Насколько новая транспортная система удобна, выясняла Мария Левина. У Нины Сорокиной много дел, несмотря на то, что она уже давно вышла на пенсию. Каждое утро женщина едет то навестить внуков, то в поликлинику. Зачастую приходится добираться с пересадками, тратить не только время, но и деньги. Социальной картой воспользоваться получается не всегда. Сколько мы на пересадку денег отдаем? Ну что, пройдите по этим, по ступенькам, на троллейбус. Сократить дорогу можно, если воспользоваться метром. Для удобства жителей на дорогах Самары теперь будут курсировать шаттлы-автобусы, которые будут забирать людей с остановок общественного транспорта и подвозить к подземке. Пока маршрутов четыре. От ЖД вокзала, с пересечения Пензенской и Владимирской до метро Московская, от кинотеатра «Луч» и общественной остановки «Магазин» до станции «Юнгородок». Городские власти не исключают, что позже количество маршрутов может увеличиться. У нас достаточно большое количество обращений от наших граждан, которые не могут нормально пользоваться общественным транспортом, который проживает в поселке Запченинова. Соответственно, достаточно большое количество обращений о том, что необходимо улучшить транспортную работу в непосредственной близости железнодорожного вокзала. Но, естественно, мы все эти обращения учитываем и предполагаем, что именно в этих точках этот маршрут будет пользоваться наибольшим спросом. Неудобно пересадку, потому что это время. Потому что каждый раз, когда ты пересаживаешься, ты должен ждать следующего автобуса. Долго ждать шаттла не придется. Они будут курсировать каждые 10 минут. Утром с 6.30 и до 9.30 и вечером с 16.00 до 22.00. Новая транспортная система поможет сэкономить. Для проезда в шаттле и в метро нужно будет приобрести единый билет за 29 рублей. Причем за эти деньги можно будет добраться из любого района города. Расплатиться можно будет только транспортной картой. Оплата за проезд проходит при посадке в автобус. В метро платить не нужно. Человек садится у кинотеатра «Луч» или магазина, он делает предоплату 29 рублей. И за эти деньги он может доехать до железнодорожного вокзала. На каждой станции метро установлен специальный турникет, к которому нужно приложить транспортную карту. Деньги с нее списываться не будут. Для удобства граждан в первое время на каждой станции будет дежурить консультант, который поможет разобраться в новой системе. Мы решили провести эксперимент и засекли время в пути от железнодорожного вокзала до поселка Восточный. На дорогу от ЖД вокзала до метро Московской у нас ушло 15 минут. Сейчас мы проследуем до конечной остановки метрополитена и узнаем, сколько времени уйдет на это. Еще примерно 15 минут и мы на месте. Итого, примерно за полчаса мы добрались от ЖД вокзала до Юнгородка. Максимальное время в пути, говорят эксперты, через весь город около 50 минут. И это в пробке. М-шаттлы начнут курсировать в Самаре с понедельника 3 февраля. Мария Левина, Константин Головин. События. В Самаре прошли памятные акции, посвященные годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. К военному мемориалу в парке Победы возложили цветы. На улицах города волонтеры раздавали ленточки и провели акцию свеча памяти. О том, как в Самаре вспоминали блокадный Ленинград в репортаже наших корреспондентов. Эдуард Брониславович находился в блокадном Ленинграде вместе с семьей. Отцом, мамой, тетей, бабушками и дедушками. Для него это время было самым страшным в жизни. Немцы сбрасывали на город зажигательные бомбы. Суточная норма хлеба на человека составляла 125 граммов, чуть больше спичечного коробка. Единственной возможностью вырваться из этого ада была легендарная дорога жизни. Но получить эвакуационное удостоверение было непросто. В августе 42-го года Эдуард Брониславович вместе с мамой сумел покинуть город, взятый нацистами в блокаду. На тот момент ему было всего 4 года. Остальные все погибли. Отец умер от голода, а вся семья деда погибла от вражеской бомбы, которую сбросил фашист с летящего самолета. Блокада Ленинграда началась 8 сентября 41-го года. Советские войска сумели освободить город от вражеской армии только 27 января 1944 года. Куйбышевцы помогали жителям блокадного Ленинграда продуктами, отправляли им теплую одежду и медикаменты. В 42-м запасную столицу начали эвакуировать детей. Более 5000 человек разместили в детдомах, общежитиях и у председателей исполкомов. Детей, которые испытали на себе все ужасы войны, выхаживали как своих. Эти события прекрасно помнит и Нина Федоровна Гусева. Она застала блокаду, будучи маленькой девочкой. Ей было всего 9 лет. Ехали мы, ну, конечно, очень долго. Наверное, я не знаю, с месяца добирались мы вот так вот до Куйбышева. Ну и когда приехали в Куйбышев, вот тут и началась наша жизнь. В честь снятия блокады Ленинграда в Самаре прошли встречи с ветеранами и торжественная церемония возложения цветов к военному мемориалу в Парке Победы. Молодые люди, которые пришли пообщаться с живыми свидетелями тех времен, гордятся подвигом своих предков и обещают сохранить память о Великой Отечественной войне. Важно помнить о годах, которые прошли. И хорошо, что остались у нас еще люди, которые могут передать какие-то частицы того времени и могут донести их до нас. Сейчас ленинградцы, возможно, до сих пор еще кто-то жив, проживают здесь. Сейчас они могут почтить память своих родственников, товарищей, которые в то время, в тяжелое время, надо сказать, проживали с ними, переживали те же ощущения. Важно помнить это событие, чтобы оно больше не повторилось. В этот день все жители блокадного Ленинграда получили поздравления и подарки от городских властей губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Анатолий Головко, Николай Епифанов, События. Создать памятки для школьных учителей и привести в порядок безымянку. Самара готовится к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Глава региона Дмитрий Азаров встретился с ветеранами и общественниками, чтобы обсудить вопросы, связанные с организацией одного из самых важных для страны праздников. На расширенном заседании общественной палаты побывал наш корреспондент Анатолий Головко. Советский танкист Владимир Иванович Чудайкин попал на фронт в ноябре 1944 года. В первом своей жизни бою уничтожил три самоходных орудия противника. Кроме того, герой Советского Союза участвовал во взятии Берлина, исполнял обязанности командира танка, прикрывал товарищей огнем и броней. В преддверии празднования 75-й годовщины победы Владимир Иванович предложил губернатору разработать специальные памятки для учителей и вручать их подрастающему поколению на уроках мужества. В брошюрах будет информация о начале войны, ее главных событиях и итогах. Надо провести акцию по Самарской области, чтобы во всех классах провести урок памяти. Для этого, Дмитрий Игоревич, я прошу вас дать указания нашим профессорам, и особо для Министерства образования Самарской области, разработать памятку для классного учителя. Также Владимир Иванович обратил внимание главы региона на медицинское обслуживание ветеранов. По его словам, врачи должны относиться к участникам войны внимательно и не решать вопросы, связанные со здоровьем по телефону. Последнее предложение, которое озвучил Чудайкин, касалось музея на Безымянке. Он предложил создать выставочный комплекс трудовой славы и доблести в Кировском районе. Владимир Иванович, спасибо вам большое за ваши конкретные предложения, за то, что это идет от души, из глубины вашей души, души ветерана, воина-победителя. Спасибо вам большое. Обязательно мы эту работу организуем, никаких сомнений нет. Губернатор отметил, что сейчас в регионе занимаются оформлением заявки на присвоение Самаре звания «Город трудовой доблести». Такое звание присваивают городам, жители которых своим трудом внесли особый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Проявляя массовый героизм и самоотверженность. У меня нет никаких сомнений, что Самара Куйбышев должен в числе первых получить статус «Города трудовой доблести». Спасибо. Конечно, по-другому и быть не может. Инициативу губернатора поддержал и председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. По его словам, за время войны жители Куйбышева собрали на заводах огромное количество боевых машин и снарядов, снабжали фронт деталями для самолетов. За годы войны у нас в Куйбышеве было, только вдумайтесь в эти цифры, выпущено 40 тысяч самолетов. 40 тысяч самолетов. 70 тысяч минометов. Полмиллиона 500 тысяч снарядов. И 40 миллионов подщитников. В честь юбилейной даты весной в Самаре откроют интерактивный музей под открытым небом на улице Куйбышева, который станет пешеходной с 5 по 11 мая. Ее оформят в стилистике военного времени. А для горожан и гостей организуют тематические экскурсии, квесты и квизы. На площади славы проведут лазерное 3D-шоу, а после генеральной репетиции парада на Куйбышева состоится всероссийская акция «Диктант Победы». Анатолий Головко, Константин Головин. События. Они возвращают людям возможность ходить. Хирурги больницы имени Пирогова начали выполнять сложную операцию эндопротезирования. Раньше ее делали только в больнице Середавина. Теперь очередь на эту процедуру сократится. Суставы меняют бесплатно по программе обязательного медицинского страхования. Боли в коленях беспокоили Марию Ивановну Кривошееву больше 20 лет. Ни мази, ни таблетки, ни курортное лечение не помогало разрушающимся суставам. Со временем каждый шаг для женщины стал мучительной пыткой. Марии и Ивановне сделали операцию по замене сустава в больнице Пирогова. И теперь женщина снова может ходить. Чувствуется, естественно, чувствуется. Дуатешность уже прошла. Боли уже такой не стало. Но стало наступать. В травматологическом отделении больницы имени Пирогова провели несколько таких сложных операций эндопротезирования. Раньше их делали только в крупных ортопедических отделениях и федеральных медицинских центрах. Операция продолжается несколько часов. Чтобы установить железный протез, хирургу требуется шесть ящиков инструментов. Это не просто внедрить какой-то имплантат на три колена. Это нужно четко вымереть все углы, четко выполнить все спилы интероперационно для того, чтобы наша операция была не просто операция ради операции, а действительно для того, чтобы она приносила пациенту удовлетворение и проходил вот этот болевой синдром. Ходить после операции пациенты начинают через несколько дней. Весь процесс реабилитации занимает порядка трех месяцев. На этот год в больнице Пирогова запланировано 12 таких операций. Их выполняют бесплатно по программе обязательного медицинского страхования. Лариса Шлафаст, События. В Самаре из роддома выписали тройню, первую в этом году. Какие новые меры поддержки будут действовать для семей с детьми, узнала Елена Нижегородцева. Познакомились с Ириной и Александр почти 20 лет назад в одном из сел Красноармейского района. Молодой человек приехал в гости к бабушке. Встретил Иру и влюбился, говорит, как мальчишка. Через пять лет ухаживания в 2006 году пара поженилась. Переехали к родственникам в Самару. Здесь же и появился на свет первенец Даня. Заботу о сыне, работу отнимали все время. Однако спустя несколько лет супруги все же решились на второго. В роду Цибулинах рождение двойняшек не редкость, но появление тройни никто не ожидал. Я как-то ни за что не переживал. Был как-то уверен в своей жене, что она справится. Она у меня молодец. Я понимал, что тройня, но как-то в подсознании, наверное, еще не понимал, что это. На самом деле, как-то в шоке, может, немножко было. Когда только увидел я их, тогда я все осознал. Первым родился Денис, самый крупный. Затем Даша и Кроха Настень. Папа придумал имя мальчику. Девочка, мама и старший сын. Конечно, я счастлива. Я не знаю, как это передать словами. Детки здоровые, что все рядом, близкие, родные. Это самое главное. Мы сейчас живем в квартире у родителей, а хотелось бы, конечно, свое жилье. Надеюсь, как раз поддержка губернатора поможет. Нам Путин сказал, что там и выплаты будут все увеличены. Конечно, это нас подстегивает. По новым правилам, с 1 января этого года семьи получат при рождении первого ребенка 466 617 рублей. За второго добавят еще 150 тысяч. За третьего государство частично погасит за семью ипотеку на сумму 450 тысяч рублей. Изменения вступят в силу в марте-апреле этого года. Срок действия программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года. Детям требуется только внимания, заботы, любви. Я как мама троих детей вас прекрасно понимаю. Считаю, что для такой хрупкой женщины это настоящий мужественный поступок. В этом году семья Цибулиных первая на выписку с тремя детьми. За прошлый год в отделение патологии недоношенных детей больницы Середавина поступило 818 малышей. Из них 65 двойн и 3 тройни. Елена Нижегородцева, Василий Колдашов. События. В Самарском зоопарке появился новый житель – золотистый Мангобей. Обезьяны этой разновидности редко встречаются в природе. В российских зоопарках представителей этого вида до недавнего времени и вовсе не было. О привычках нового питомца узнала наша съемочная группа. Название Мангобей обезьяны этого вида получили с легкой руки европейцев, когда приматов привезли в Европу из города Мангаб, находящегося на Мадагаскаре. Хотя к этому острову Мангобей отношения не имеет. Ареалы его обитания находятся в бассейне реки Конго в Центральной Африке. Этот вид обезьян отличается сообразительностью и ловкостью. Интересная группа Мангобеев тем, что они приспособлены как к передвижению в древесном ярусе, так и на земле. Золотистый Мангобей Рома переехал в Самару и Сочи, где с рождения жил у частного коллекционера в клетке на улице. Сейчас ему 9 лет. По обезьянным меркам он мужчина в полном расцвете сил. Поскольку средняя продолжительность жизни у Мангобеев 30 лет – самое время жениться. Однако найти пары ему будет непросто. Этот вид обезьян занесен в Красную книгу. Чтобы осчастливить нового питомца, сотрудники зоопарка готовы на все и уже ищут ему невесту в частных коллекциях. А пока Мангобеев приходится заедать сердечные раны. На отсутствие внимания со стороны посетителей зоопарка жаловаться тоже не приходится. Тем более, что во всем мире Мангобеев можно увидеть только в зоопарке Магдебурка в Германии. А теперь еще и в Самарском. Елена Нижегородцева, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин